Поговорить нам необходимо, годы торопят, годы правы. Вчера у меня было много уроков, много детей. Для меня это много, 4 человека в онлайне. И один из них был мальчик, который очень хорошо говорит на русском, у которого прекрасно развита речь, который приходит на каждый урок с открытой душой, радостью, весельем, мы шутим, мы не можем остановиться в чтениях. То есть он ученик, он сюда приходит за знанием. Но вчера что-то случилось такое, что он отказывался даже смотреть в камеру. Он отказывался смотреть в камеру, я не могла найти к нему подход. Я перечисляла все-все-все варианты возможные, которые мы можем применить, чтобы он показался в камеру. И вот через некоторое время, когда я ему предложила, я говорю, а давай напишем сказку, он сразу оживился, и потихонечку он так приблизился к камере. И когда мы уже начали писать его сказку, он сидел перед камерой, и у нас проходила диалог. И я его попросила написать сказку, включив слова из этических горок Валявского Андрея Степановича. Мы учим русский по этическим горкам Валявского Андрея Степановича. Мы их повторили, мы их прочитали, и потом началось творчество. Все, что вы видите сейчас на экране, и то, что я вам прочитаю, это его творчество, и записывало только его слова. Пожалуйста, послушайте нас, и проникнитесь в каждое слово, в состояние ребенка. Хорошо? Однажды жил человек. Его звали господином Жалкиным. Он жаловался своей жене, когда видел животных. Его жену звали Жаднина. Она была умеренно жадная. Она всегда ела, что готовила, и никому ничего не давала. У Жаднины и у Жалкина было двое детей. Один был Плак, а второй был Жак. Плак всех доплакал, а Жак баловался без устали. У них был строгий сосед строг, а жену соседа звали Добро. Однажды утром в дом Жаднини и Жалкина пришел друг Жака. Он сказал, «Ребята, хватит вам ссориться. Моя мама добрая, и мой папа тоже добрый, а вы не добрые. Хватит вам жаловаться. Дайте детям есть». Один раз в субботу жена Жалкина, Жаднина, умерла от болезни жадности. А Жалкин женился на другой жене Дени. «Она была похожа на жену соседа Добро». Когда я записывала мысли этой светлой души, этого искреннего мальчика, передо мной раскрывалась вся картина семьи. То, что там происходит. Ребенок транслировал состояние семьи через образы. Его душа здесь плакала, выплакалась. Он открылся. И после этого сочинения, когда он выгрузил всё, что он хотел сказать, а вы сами подумайте, о чём он хотел сказать. Я не буду сейчас это обсуждать. Он заулыбался. После урока у меня наступило, знаете, такое состояние блаженства. Я поняла, что таким прикосновением, прикосновением к душе ребёнка, помощи ему, да, он выгрузил все свои горести. Я ему помогла. Вот такие уроки словесности, уроки настройки, раскрытия ребёнка, когда мы помогаем ребёнку и выгрузиться, и познакомиться с нужными словами, позволяют нам воспитывать гармоничных, счастливых, а самое главное – здоровых детей. Подумайте, о чём же здесь писал этот мальчик, о чём он хотел нам рассказать, и оставляйте свои комментарии. Благодарю вас. Всего доброго. Еленочка Истегнева Глидмак, автор проекта «Школа Азбуки Добра». Новые люди нашей земли Новые люди нашей земли Новые люди Новые CNN Новые люди Новые люди Продолжение следует...